Свою небес ты удержителю душа истины, ищение тесны ища исполняй. Почаевская икона Божией Матери Почаевская икона Божией Матери принадлежит числу наиболее чтимых святынь Украинской Православной Церкви. Она известна всему славянскому миру. Ее чтут в Боснии, Сербии, Болгарии и других странах. Наряду с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы, приходят и христиане других исповеданий. На горе, где ныне расположена Успенская Почаевская лавра, в 1440 году поселились два инока. Однажды один из них после молитвы пошел к вершине горы и вдруг увидел Богородицу, стоящую на камне, словно объятую пламенем. Он позвал другого инока, который был также удостоен созерцать чудес на явлении. Третьим свидетелем видения стал пастух Иоанн Босой. Увидев необычный свет на горе, он поднялся на нее и вместе с иноками стал проставлять Бога и его Пречистую Матерь. После того, как явление исчезло, на камне, где стояла Богородица, остался отпечаток ее правой стопы. Отпечаток этот сохранился до сих пор и всегда наполнен водой, которую чудесным образом источает камень. Вода в стопе не оскудевает, несмотря на то, что многочисленные паломники постоянно наполняют ее свои сосуды для исцеления от недугов. Сама же Почаевская икона Божией Матери появилась в обители в 1559 году. Митрополит Неофит из Константинополя, проезжая через Волынь, посетил жившую в имени Орля, недалеко от Почаева, барянку Анну Гойскую. Благословение он оставил ей, привесенную из Константинополя икону Богородицы. Вскоре стали замечать, что от Почаевской иконы Богородицы исходит сияние. Когда в 1597 году перед иконой исцелился брат Анны Филипп, она передала образ инокам, поселившимся на Почаевской горе. Через некоторое время на скале была выстроена церковь в честь успения Божией Матери, ставшая частью монастырского комплекса. За свою историю Почаевский монастырь претерпел немало бедствий. Притеснялся лютеранами, отвергался нападению турок, попадал в руки униатов, но благодаря заступничеству Божией Матери все невзгоды были преодолены. На списках чудотворной Почаевской иконы часто изображают камень с отпечатком стопы Божией Матери. В Почаевской лавре, древнем оплоте православия, чудотворная Почаевская икона Божией Матери пребывает около 400 лет. Чудеса, проистекающие от святой иконы, многочисленны и засвидетельствованы в монастырских книгах записями верующих, с молитвой обращавшихся об избавлении от неизлечимых недугов, освобождении от плена и вразумлении грешников. Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 5 августа по новому стилю было установлено в память избавления Успенской Почаевской лавры от турецкой осады 20-23 июля 1675 года. Летом 1675 года, во время сборожской войны с турками, в царствовании польского короля Яна Сабецкого, полки, состоящие из татар, под предводительством хана Нуреддина, через Вишневец подступили к Почаевской обители, обступив ее с трех сторон. Слабая монастырская ограда, как и несколько каменных зданий обители, не представляла никакой защиты для осаждаемых. Игумен Иосиф Добромирский убедил братью и мирян обратиться к небесным заступникам Пресвятой Богородице и преподобному Иову Почаевскому. Иноки и миряне усердно молились, преподая к чудотворному образу Божией Матери и краке с мощами преподобного Иова. Утром 5 августа 23 июля по Старому Сирию с восходом солнца тары держали последний совет о штурме обители. Игумен же велел петь Акафист Божией Матери и с первыми словами в сбранной воеводе над храмом внезапно явилась сама Пречистая Богородица. Амафор, белооблестящийся распуская, с небесными ангелами, держащими обнаженные мечи, преподобный Иов находился близ Божией Матери, кланяясь ей и молясь о защите обители. Татары приняли небесное воинство за привидения, в смятение стали стрелять Пресвятую Богородицу и преподобного Иова. Но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. Ужас охватил неприятеля. В паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря устремились в погоню и захватили многих в плен. Некоторые пленные впоследствии приняли христианскую веру и остались в обители навсегда. Более полувека назад, 17 июня 1950 года, в Почаевской лавре произошло чудесное исцеление монахини Варвары, у которой в течение 48 лет были парализованы обе ноги. Она приехала из города Чкалов, ныне Оренбург, с трудом передвигаясь на костылях при помощи своей спутницы Иннокенемарии. Приложившись к списку чудотворного образа Божьей Матери, монахиня тотчас встала на ноги. Оставленные ею в обители костыли до сих пор стоят у иконы Пресвятой Богородицы, свидетельствуя о происшедшем чуде. Субтитры создавал DimaTorzok